Про знаменитую Формулу 1 слышал практически каждый, однако не каждый знает о студенческой формуле. В этих гоночных состязаниях участвуют молодые инженеры со всего мира. Ребята сами разрабатывают и собирают прототип гоночного автомобиля, после чего представляют его на соревнованиях. Для многих участников главное здесь даже не победа, а процесс, возможность научиться работать в команде. Из года в год студенческая формула или формула САИ, как она больше известна за рубежом, привлекает новых участников. Новичками этого проекта стали и студенты инженерного факультета РУДН. Идея участвовать пришла неожиданно. Весной прошлого года мы поспорили с преподавателем, что сможем завести трактор, который стал сломанным на протяжении 7 лет в нашем ангаре. У нас получилось его отремонтировать, многие детали нам приходилось изготавливать самостоятельно. И один из студентов предложил поучаствовать в проекте формулы студент. Смелую идею принять участие в формуле студента ребята восприняли с энтузиазмом. В короткое время была сформирована команда из самых активных студентов кафедры автотранспортных средств. Однако, когда пришло время подавать заявку на участие в соревнованиях, одного энтузиазма оказалось мало. Началась кропотливая работа. Согласно жесткому регламенту, проект должен был соответствовать множеству нормативов. Ребята, оставаясь после занятий, работали в мастерской до позднего вечера. А для них это и увлекательное занятие, и прекрасный опыт для будущей профессии. Мы получаем шанс использовать полученные знания у нас в университете на практике. И плюс к этому мы в будущем получаем шанс устроиться на какое-то перспективное место работы. В проектировании помощь студентам оказывает родной университет и заведующий кафедрой Рамзи Хасан. Он как научный руководитель направляет ребят, указывает на недочеты. Но сам по правилам соревнований не может вмешиваться в работу. Особенность проекта состоит в том, что студенты должны самостоятельно проектировать и конструировать прототип гоночного автомобиля. Они используют сложные программы по моделированию и составляют технические документации. Для полноценной работы нужны мощные компьютеры, а также материальная поддержка. Все финансирование идет через университет, через факультет. И могу сказать, что у нас декан Николай Константинович Панемарьев. Тоже ему понравилась идея, поэтому он нас очень сильно сейчас финансирует. Итог проекта, что мы начинаем делать машину с нуля, и потом вот эта машина уедет и будет кататься по Москве. Не только, а мы на соревнования уйдем в Италию. Уже к концу мая, начало июля планируется полностью собрать прототип гоночного автомобиля. К августу закончить последние приготовления. А с 14 по 17 сентября команда РУДН представит гоночный болид на международных соревнованиях в Италии. Так что работа идет полным ходом и не остановится до тех пор, пока последний винтик не будет вкручен в гоночный автомобиль. Никита Шамарин, Дмитрий Михайлович, ТВ РУДН